Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни и закончился у нас Евро 2020 за сборную России, к сожалению, да, мы вылетели из группового этапа, даже не выйдя в плей-офф. Сейчас я решил сделать вот такой вот небольшой экспириенс, раз у нас российские клубы в Лиге Чемпионов очень плохо выступили, ну вот, правда, кроме Краснодара, я решил сам отыграть все матчи. Ну вот, начнем, по крайней мере, с Зенита, дальше мы там посмотрим, скорее всего, за Краснодар отыграем, за Локомотив, естественно, надо постараться, вот, ну и посмотрим, какие места мы все-таки займем. Вот, я воссоздал практически в точности, потому что здесь нету РБ Залесбурга у нас, я поставил Юнгбосс, и нету Ференс Варыша, я поставил АЕК из Афин. Остальные все, даже я расставил по корзинам, чтобы вроде как у нас и расписание немножко совпадало, надеюсь на это. Поэтому вот таким, вот такой вот у нас групповой этап получается. На звездный, вроде там звездный игрок, да, у нас сложность. Начинаем мы с Брюги, вроде мы так же и начинали, поэтому давайте посмотрим. Не знаю, многих, может быть, действительно уже достал Зенит на моем канале, но все-таки я как болельщик Зенита, поэтому думаю, не сильно вам это и надоест. Кстати, да, вот это реально баг какой-то, не знаю, у меня, либо у всех, напишите. У меня кержаков и круговой фотками поменялись. Я не знаю, почему это и в карьере тоже, вот видите, так что вот это немножко странно. Так, давайте посмотрим. Слева я выпущу Журкова тогда, ну, на скамейку запасных это я пока что... Хотя надо нам сразу, наверное, здесь думать. Ну, Ракитский, Ловран, это понятно. Справа, естественно, у меня будет не Сутармин, а Караваев. Вот. Дальше. Ну, вот что-то Вендл, конечно, на какой он вообще позиции-то там, центральный полузащитник. Вот, 78 хотя бы. Вот. Ну, я не знаю даже, стоит ли как-то вот так вот нам вообще действовать. Поменить вот так вот, Дрюси, вот сюда тогда. И Вендл тогда вот так. Вот. Может быть так и получше даже будет. Поэтому, ну, вот такой вот состав. За Вендла я, кстати, ни разу не играл, потому что он у нас даже в карьере состав... Нет его даже в составе. Чистякова тоже вот нет, многих нет у нас, правда. Поэтому давайте, вот Жирков у нас слева, справа кто у нас там будет? Сколько рейтинг там у Сутармина, если он 69? 69 у нас же есть или нет уже? А у нас нет даже правого защитника. Серьезно, Сандарчук есть только, поэтому давайте. Сутармин у нас будет как правый защитник. Вот. Дальше полузащитники. Ну, здесь, мне кажется, бесспорно это Ерохин и Кузяев. Ну, и также на скамейке запасных будет Сердар Азмун. Мы могли бы сейчас бы и убрать отсюда Вендла и в два нападающих выйти. Но посмотрим, если что. Вот. И получается, да, больше некого. У нас мостовой залетает вот так вот в состав. Ну, вот такой вот интересный состав. Вообще не понимаю, почему Киржаков и Круговой фотками поменялись. Вот. Никак не могу понять. Ну, в общем, вот такой вот состав. Напишите в комментариях, может быть, кому-то охота другой там состав. Все такое. Но я Джиби все-таки отдаю капитанскую повязку в Зените. Вот. Поэтому вот таким составом мы выходим на игру против Брюгге. Вроде здесь у всех же, да. На этот именно матч, кстати, нету. Кузяева. Что-то даже получше. Давайте я попробую Кузяева. Почему бы нет места с Дойвою? У него все-таки пиковая. Вот. На максималочке. Поэтому давайте посмотрим вот таким составом. Мы выходим против Брюгге. В каждом выпуске мы будем отыграть по одному матчу. Первый тур. Поехали. Итак, Брюгге против Зенита. Первый тур у нас Лиги Чемпионов. Я не помню. Вот серьезно. Не помню, как Зенит сыграл. Там что-то 3-1 вроде проиграл. Ну, кстати, первый тур вроде дома Зенит проводил. Но вообще не суть. Нам лишь бы отыграть. Здесь, я думаю, нет никакой разницы для нас, в каком распорядке будут у нас матчи. Просто хотя бы мы воссоздали. В Фифе вообще такого невозможно, чтобы у нас Зенит и Краснодар играли в Лиге Чемпионов. Поэтому в Pro Evaluation Soccer мы это с вами сейчас посмотрим. Ну что же. Зенит против Брюгге. Первый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Опять вот эти вот передачки пошли. Опасно. Ну и здесь лучшее ворот пробивает. И вот, Венделл не забивает. Очень был близок сейчас Бразилиец. Доказать, что не зря его подписали. Опасны моменты. И это 1-0. 81-я минута. Брюгге выходит вперед. Окиреки нам забивает. Ну на самом деле это обидно. Потому что сейчас это их вообще первый был удар. Ну и вот. Зенит сейчас реально может потерять очки с Брюгге. А это главные наши конкуренты. С которыми мы уж точно должны были забирать 6 очков в двух матчах. И все, друзья. Минимальное поражение Зенита от Брюгге. Походу мы реально сейчас провалим с вами Лигу Чемпионов. Потому что играю я на даже звездном игроке, а не на легенде. Ну 1 реально. Вот сейчас посмотрим. 1-2 момента было у Брюгге. Хотя нет. По статистике это как будто они наиграли на этот гол. И вообще ничего подобного. Мы больше владели там мечом. Ну а по статистике это вообще почему-то не показано. У нас больше было и моментов и всего. Ну вот. Окиреки вышел и забил. Итак, Борусия Дортмунд сыграла в мячу с Лацио. У них это тоже такая вот потеря очков. Так что нам обязательно надо было здесь как раз и набирать эти 3 очка. Но вот, к сожалению, получилось. В следующем выпуске у нас будет игра против Дортмундской Борусии дома. Поэтому верю в вашу поддержку. Обязательно, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok